Новый год. Настоящее испытание не только для кошелька, но и для организма. Одно из самых частых – пищевое отравление, вызванное теплым салатом двухдневной давности или кулинарными экспериментами хозяйки. Отравление обычно происходит при употреблении многослойных салатов, нарушении технологии приготовления и температурного режима хранения блюд. С пищевыми продуктами могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций, такие как сальмонеллы, шерихи, шигеллы, ротовирусы и другие. Чтобы вместе с боем курантов улицу не наполнили звуки машин скорой помощи, стоит придерживаться простого правила. Открывая игристые вина, не сбалтывайте напиток, не направляйте горлышко бутылки на себя и окружающих. А если ваш сосед подавился салатом, важно быстро оказать ему первую помощь. Сигналом для действий служит кашель, осипший голос, шумное хриплое дыхание, невозможность очистить дыхательные пути постукиванием по спине. Встаньте позади пострадавшего и положите обе руки вокруг верхней части его живота. Наклоните пострадавшего вперед. Сожмите свой кулак и поместите его между пупком и грудиной. Возьмите эту руку другой рукой и резко надавите вовнутрь и вверх. Повторяйте пять раз. Если обструкция все еще не исчезла, продолжайте чередовать пять ударов по спине и пять толчков в живот. Если пострадавший при оказании помощи потерял сознание, поддерживая его, осторожно опустите на пол. Немедленно вызовите бригаду скорой помощи самостоятельно, либо попросите окружающих и начните выполнять сердечно-легочную реанимацию. Продолжайте реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой помощи. Даже самая оживленная беседа не стоит застрявшего в горле бутерброда. А прабабушка из блокадного Ленинграда не побьет вас за утилизацию испортившегося блюда. Берегите себя и своих близких. Ариадна Кугушева, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова